Продолжение следует... Всего бюджет на универсиаду 2019 года составит 40,5 миллиардов рублей. Будет включать не только строительство спортивных объектов и реконструкцию, но и организацию культурной программы, расходы на подготовку волонтеров. Деньги это большие, и результат их вложения должен быть очевиден для всех. Еще президент встретился с победителями универсиады 2017, которые подарили ему клюшевую лайку, символ грядущей универсиады. А красноярцы, которым не пришлось ходить пешком из-за перекрытых дорог, даже пожалели, что глава государства покинул наш город так стремительно. Так совпало, что воздух Красноярска в эти дни был чище обычного. Красноярск очень хорошо пережил его приезд. Не нарадовались за несколько часов свежего воздуха. Жаль, что президент очень быстро уехал. Не так часто главные люди страны бывают у нас. Можно было пообщаться с народом. И на этой неделе стало известно, что жалобы красноярцев на грязный воздух наконец-то дошел до Кремля. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи рассказал специальный представитель России по природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, он лично получал жалобы от красноярцев. Основные проблемы у нас – это европейская часть. Такие регионы, где сосредоточено очень много металлургической, горнодобывающей и угольной промышленности. Это Челябинск, там действительно есть проблемы с воздухом. Это Красноярск. Люди очень часто мне пишут жалобы на состояние воздуха в Красноярске. Вот эти болевые точки давно нам известны, и мы ими занимаемся целенаправленно. Также Иванов отметил, в этом году, году экологии, в регионах проведут около 5000 мероприятий, направленных на решение экологических проблем. И предупредил, с 2020 года штрафы за выбросы воду и воздух сверх нормы увеличатся в 4 раза. Ну а главным скандалом этой недели стала провальная игра Архангельского водника и Иркутского Байкала энергии. Игроки этих команд все 20 голов забили в свои же ворота. Многие болельщики просто не выдерживали такой игры и покидали трибуны. Красноярских хоккейных фанатов тоже накрыла волна возмущения. Так позорить русский хоккей. Команды разогнать, игроков выгнать с позором, чтобы ни за один клуб не выступали. Однако позднее набрала популярность иная точка зрения на хоккейный скандал. Якобы это была попытка обратить внимание на затяжной конфликт между спортсменами и руководством Федерации. Но пока дело закончилось тем, что тренеров обеих команд дисквалифицировали на 2,5 года каждого. Вот такими новостями нам запомнилась уходящая неделя. Ну а больше интересного читайте на сайте tvk6.ru Субтитры создавал DimaTorzok